Перед самым эфиром просмотрели трейлер фильма «Смерть Сталина». Это тоже к вопросу о западных атаках и выливаемой на нас грязи. Слушайте, этот трейлер, он всего 2.50 в Ютубе длится, нас хватило на минуту 40. Хотите посмотреть, посмотрите, но я лично поддерживаю, почему этот фильм лишён Минкультом прокатного удостоверения. Если кому-то хочется поржать, ну пересмотрите «Гитлер Капут», который я, кстати, тоже не смотрел, там «Ржевский против Наполеона». Про него я узнал пару лет назад, только из Википедии. Это из той же оперы, Иннокентий Викторович? Ну, конечно, то есть это подгадано. Жалкие крысы подгадывают к 65-летию со дня смерти одного из величайших личностей 20 века, да и, может, вообще в истории человечества Иосифа Сталина. Ну, вот это глумление, какое-то подскакивание. Мы посмотрели, там и Жуков, и Берия. Ну, конечно, лучше звёзд позвали участвовать. Нет, это понятно. Но я только Стива Бушами узнал, и то, по-моему, это не он. Нет, там, как там, Бушами или Бусими его правильно назвать. Да, Стив Бушами, он в Армагеддоне играл в воздушной тюрьме. Стива Бушами, там какая-то украинская артисточка такая шлюховатая, какая-то Курыленко. Юлия Майерчук. Нет, Курыленко там или ещё что-то. Там есть звёзды. Ну, выглядит вот реально дёшево. Как-то вот на уровне комедии, снимаемых на базе ТНТ, комедий клуба. Так оно и есть. Надеюсь, мы им не создали дополнительную рекламу. Ну, оплевать, очернить, я вспоминаю прекрасно. Вот меня вот очень сильно насторожили события конца 2007-го, начала 2008-го года. Я не знаю, возможно, кроме меня это никто внимания не обратил. А тогда тоже были президентские выборы? Нет. Там никто никому не мешал в России проводить эти выборы. Там случилось другое событие в августе. Но перед этим, я вот обратил внимание, все американские и английские фильмы пошли, там сплошняком все злодеи были русскими. В криминальных, в шпионских фильмах, в мафиозных только русские. Но более того, русские главными злодеями были даже в фантастических фильмах и в фильмах фэнтези. Самый выпьющий, вот, к примеру, просто резал глаза, я уже не помню. Это начало 2008-го года, было середина, конец или 2009-й, я не помню. Был такой фильм «Золотой компас». Это что-то вот в духе «Хроник Нарнии». Дорого снят, достаточно бессмысленно, глупо, но дорого снят, дорогая анимация. Ну, детишки где-то в каких-то параллельных мирах путешествуют в машине времени или что-то подобное. Ну, не машина времени, а вот этот «Золотой компас». Их куда-то переносит, и там главные злодеи. Ну, там много злодеев на этих детей. Ну, они такие, ну, нейтральные какие-то. Там не обозначена их национальная принадлежность. Ну, просто злодеи. Достаточно, причем, симпатичные. И вот они попадают в какой-то параллельный мир очередной. Там прохладно. Там зима, лед, снег. И там главные злодеи русские. Вот в этом параллельном мире. Метафора очевидна. Ну, это, понимаешь, это такие упыри. Это вот не сказочные мимими злодеи. Это упыри, упыри. Они этих детей заживо травили и драли собаками, псами и волками. Понимаешь? А потом что случилось? А потом до меня дошло. Почему? Ну, во всех фильмах русские злодеи. Вот все. Испарились негры. Белые англосаксонские мужчины. Вот главные злодеи в американском кино. Это же не негры-мексиканцы, которые на 90% составляют пациентов всех американских тюрем. А белые англосаксонские мужчины 40 лет. Они все. Они все маньяки. Они все дикюби. А тут русские все стали. А случилось 08-08-08. Пятидневная война в Грузии. Понимаешь? Какая мощная подготовка задолго была. Потом русские были и подонками в этих фильмах еще несколько месяцев. А потом постепенно стало рассасываться. И северные корейцы появились. И Иван Драга, и полковник Подовский. Да, 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 да. Но это было давно, понимаешь? Господи, как же его фамилия? Поэтому, ну, вот это продолжение всего. Вот очередное... А еще семья Кировых из фильма «Максимальный риск» — это нечто просто. Вот очередной виток. Я... Чего так издалека этого говорил? Это... Я очень сильно надеюсь, что это первая ласточка того, что сделал наш Минкульт и не дал прокатного удостоверения этому фильму. За что не дали? За ложь? За глумление? Там еще как-то... Я не знаю, каким образом это сформулировано, но они, в отличие от нас, этот фильм видели. Ну, фильм дешманский. То есть, по ролику понятно, что это просто дешманское что-то. Мы же над ними не глумимся. У них же никогда не было претензий к тому, как мы изображаем их нравы в своих фильмах. Сколько экранизаций было Англии и Америки в те же советские времена? Человек с бульвара, Капуцинов, Шерлок, Холмс, я уж не говорю про классическую экранизацию. Нет, такого не было. Конечно, и близко такого не было. Да еще с затратой такого колоссального количества денег. Я надеюсь, что после этого Минкульт осмелеет наш и активно начнет не допускать на наш кинорынок откровенно диких русофобских фильмов, которые беспрепятственно до сих пор попадали в нашем кино. Вот надо брать пример с китайцев. У китайцев все очень просто. Вот выходят с ними фильмы, они говорят, нет, это не пойдет, это не пойдет, фильм не идет, не идет, не идет. И перед ними выстраивается американский Голливуд на задних лапах. В чем проблема? Что не так в нашем фильме? Ну, вы посмотрите, как китайцы тут выведены. У нас телефонный звонок есть, я, кстати, даже контакт наш не напомнил. 3-5-4-5-5-5-7-7, номер прямого эфира. И можно нам еще писать, смс, ватсап и вайбер, 996-176-176, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Иннокентий, Борис. Да, здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Артем. Да, да. Хочу присоединиться к вам по поводу кинематографа и представления в англоязычных фильмах русских людей. Ну, что же мы им такого сделали? Почему они нас так как бы порочат? Мы жрем их еду, мы носим их одежду. Ну, и можно до бесконечности продолжать. А они вот так вот с нами обращаются. А в их фильмах мы жрем нашу икру и игнорируем их продукты питания. Вот за это. Спасибо. Ну, это еще раз говорю. Это конкуренция наций. Все средства хороши. А кино, я вам так скажу. До изобретения интернета, после интернета и социальных сетей, важнейшим из всех видов искусств не только России, но и во всем мире по-прежнему является кино. Раньше еще был цирк. Сейчас цирк уже не столь актуален. Это мощнейший посыл идет. Эмоциональный, интеллектуальный. Тем более, сейчас такие огромные деньги тратятся на создание этих фильмов. Это запоминается навсегда. Это откладывается в голове. И люди, посмотревшие вот эти русофобские фильмы, неважно, где они их посмотрели, в Англии, в США, в Германии, в Индии, или в России, неокрепшие детские умы, у них возникает отвращение к стране под названием Россия и Советский Союз. В том числе и даже у тех, которые тут живут. Еще раз про китайцев хочу вернуться. Они просто их на рынок не допускают. Эти фильмы... А там гигантский рынок. У нас, конечно, и близко не такой. Он у нас в 10 раз меньше. Но, тем не менее, народ у нас зажиточный, в кино ходят. Это достаточно большие сборы. Ладно, им плевать на эти сборы. Пусть эти говны кинематографические не попадают просто в наше кино. У китайцев все очень жестко. Они сначала выкидывали откровенные антикитайские фильмы. Сейчас они уже блох вылавливают. Это почему это там у плохого героя он китайцем оказался? Вот эту сцену, если вы хотите, чтобы ваш фильм попал на наши кинотеатры, надо переснять. И Голливуд бежит и переснимает. Сняли они как-то... Было несколько лет назад два таких мощных блокбастера. Общий смысл штурм Белого дома. Один-то, ладно, там какие-то просто абстрактные террористы. А в другом там, по сути, китайцы штурмовали. Китайцы офигели просто. Это что за фигня? И пошли штурмовать американский Белый дом. Это фильм. У нас в кинематографе не пойдет. И что они сделали? Ну, узкоглазок-то уже не убрать. Кто атакует? Они все перерисовали в кинофотошопах. И в конце концов оказалось, что Белый дом штурмует Северная Корея.